здравствуйте сегодня я буду вам отчитываться о результатах нашего эксперимента посадка баклажанов в кипяток огурцов в кипяток и в кошачий наполнитель и в опилке и так тот самый способ которым сейчас так много говорят так много обсуждает рассуждает и утверждает что этот способ один из самых лучших мы сейчас проверить действительно лучше но честно говоря я очень недовольна результатом и так посадка баклажан в кипяток сорт я взяла обычный эфиоп то есть рабочий сорт надежный на рынке он уже давно контейнеры я использую одинакового размера везде то есть вот смотрите здесь у меня грунт достаточно влажные семена как и было заявлено во всех комментариях что должны рассыпаться сверху заливаться кипятком ссылка на этот ролик когда как мы сажали я вам дам комментарий и так вот результат внимание прошло 10 дней 10 за это время они даже обычным традиционным способом баклажаны должны хотя бы проклюнуться я уже не говорю о том чтобы расти хотя бы проклюнуться но увы вот я прям беру семечко с грунтом и могу сказать не то что проклюнуться а даже никакого намека на то чтобы должен появиться корешочек я не наблюдаю то есть семена как были пирозданном виде так они и остались никакой положительной динамики я не вижу это прошло 10 дней это все так себе да так что могу сказать что способ посадки в кипяток баклажанов в грунт мне не понравился причем вы знаете как я использовал этот кипяток не только в баклажанах я пробовала сажать огурцы пробовала сажать помидор просто для себя ставил эксперименты сажала и устому и устома я вам ролик ссылку на ролик да тоже результат посадки этом сажал двумя способами в кипяток и обычным способом ссылку на этот ролик я вам дал результатом тоже оказался не радостный кипяток себя не оправдал теперь смотрите дальше посадка в кипяток славе тоже проверенный сорт здесь у меня кошачий наполнитель я говорю что если у граждан ну если людей нет возможности найти настоящий древесные опилки то можно воспользоваться вот такими вот кошачьим наполнителем мы заливали кипятком ждали когда он расправится наполнитель и зажали семена могу сказать так что опилки влажные то есть вот смотрите я их держу видите с них даже вот капает вода 10 дней семена как были в том состоянии которых я вот положила в таком они и остались никаких намеков на корешок я здесь тоже не наблюдаю поэтому вот этот способ мы тоже говорим нет и следующий способ который мы сажали это посадка огурцов кипяток и обычные древесные опилки но что здесь у меня получилось то есть у меня в общем то получился не в чистый кипяток а получилось так что я залила опилки кипятком и занялась вот этим контейнером то есть здесь прошло буквально несколько минут буквально минуты две-три и температура скорее всего кипятка стала не кипятошной а уже стала градусов 78 70 60 70 градусов и поэтому я так думаю что вот эти семена проросли но что самое интересное если бы мы с вами сажали эти семена обычным способом в грунт они точно же так с таким же успехом совершенно спокойно проросли точно также на десятый день то есть основная задумка этого этого способа была в том чтобы кипяток ускоряет схожесть семян нет ничего не ускорит к сожалению и так вот единственно что мне вот из этого способа понравилось это то что если вы планируете сажать семена с дальнейшей пикировкой вы можете его использовать но я бы вам советую заливать опилки не просто кипятком а теплой или больше так немного горячей водой с добавлением или удобрения или каких-то стимуляторов роста и выращивать вот так семена это те которые планируются дальнейшей пикировкой смотрите что самое интересное то есть растение спокойно извлекается из грунта совершенно спокойно посмотрите какая у него богатая корневая система сейчас я возьму такой черный фон чтобы вам было видно вот смотрите видите какая она богаты корневая система сейчас я еще одно достану легко очень извлекать посмотрите какая богатый корневая система и что самое замечательное что мы его совсем не травмируем растения То есть я легко его извлекаю и легко пересаживаю в другое место, прищипнув корень. Все, отлично растет, не страдаю, ничего. Вот этим вот этот способ мне понравился. Итак, посадка. Улитка, да, 5 с плюсом, однозначно. Терфяные таблетки, 4 с плюсом, да, годятся. И посадка в банку. Всех мелких семян тоже 5 с плюсом. Вот эти способы я прям вам рекомендую. Хитсад ТВ вам рекомендует. Сажайте и не бойтесь. Здесь вот, ну, хотите экспериментируйте. Ну, мне, честно говоря, жалко будет ваших надежд и потраченных денег. Потому что результаты никакого не дают. Вы знаете, в комментариях мне очень много людей пишут. Мы, наверное, что-то неправильно сделали. Неправильно этим способом воспользовались. Но очень много людей пишут, что мы не получили того самого результата, который мы, в общем-то, ожидали. И я могу со всеми людьми согласиться, сказать, что да, способ действительно, ну, мне он не понравился, не результативный. Если у вас получилось, если у вас есть какие-то свои наработки, пишите нам, рассказывайте. Мы будем экспериментировать, внедрять и передавать знания людям. Наша основная задача, чтобы все садовники и огородники к моменту высадки семян на рассаду имели уже сравнительный анализ и представление о том, чего стоит делать, чего не стоит. То есть мы стараемся максимально облегчить вам и сберечь ваше время и деньги. Так что оставайтесь с нами, следите за нашими новостями. Всем пока!